Зачем Бог колеблет нас, написано в Библии, чтобы создать царство в нас непоколебимое? Вот что, что осыпается? Все слабое осыпается. Ты даже не знаешь точно, что рассыпется в жизни, пока не начнет трясти. Мы даже не знаем, насколько мы сильны, насколько сильно наше богословие, насколько сильно наше упование, насколько сильно наше доверие в Бога. Мы этого же не знаем. Пока не начнет трясти. Христос же сказал, есть человек безрассудный, а есть человек благоразумный. Разница между ними в том, что один копал и углубился, и построил на камне, то есть на Слове Божьем. А если просто-просто-просто сказать, то разница между людьми в том, что один слышит Слово, но не соблюдает его. А другой, эти законы воплощает свою жизнь. Но разницы между ними никто не увидит, никто даже не узнает. Потому что строение у оба их красивое. Может быть, это даже один и тот же макет, один и тот же блупрент, один и тот же чертеж. Просто полностью одинаковый дом построили два человека. И разницы никто не увидит. У одного семья красивая, ходят, улыбаются, за ручки держатся. У другого семья хорошая. У одного бизнес, у другого. Один с Библией ходит по воскресеньям церковь. Другой ходит с Библией. Садится рядом на одной скамеечке. Никто даже не заподозрит, что между этими людьми есть очень серьезная принципиальная разница. Пока не польются реки, пока не подуют ветры, не устремятся на тот дом. И один упадет, а другой будет стоять. Оказывается, разница в фундаменте. Вот почему Библия говорит, ты-то строй. Ты можешь строить на песке. Но это же экстра инвестиции, это же столько времени. Это надо копать. Это надо постоянно вникать в тайны своего сердца. Это надо, как пишет праведник, в невинности очищать свои руки. Это же надо каждый мотив сердца проверять. Это же надо ворочаться на постели, кувыркаться, не заснуть. А потом встать и позвонить человеку и попросить прощения. Это же надо. И праведник говорит, а оно мне надо. Я вижу, как нечестивые благоденствуют в этом веке. Лучше, чем я, живут. Выкатились от жира глаза. Их бродят помыслы в сердце. Разглашают клевету. И им ничего. Им ничего за это. Он говорит, из-за этого, из-за таких выводов, и народ Божий обращается туда и пьют воду полную чашью. Но в заключении Ассав пишет, что да, Господи, но ты поставил этих людей на скользких путях и потом низвергаешь их в пропасти. Они падут и не встанут. Потому чем отличается мудрый от глупого? Из-за того, что он понимает, что важно не просто строить. Важно строить с учетом потрясений. Я бы это серьезно взял на вооружение. Нельзя так думать, что в жизни никогда не будет трясти. Это неправда. Потому надо строить так, что когда придет потрясение, мое строение устоит. Мое богословие устоит. Мое упование на Бога устоит. И удержит меня. А иначе люди разбиваются. Конечно, при жизни можно мудрствовать, можно философствовать, можно что хочешь. Как умирали эти лучшие умы человечества, гении? Книги которых, труды которых до сих пор распространяются огромными тиражами. Как они умирали? Ницше сошел с ума. Умер, лая, как пес в железной клетке. Вольтер умирал так, я даже наизусть выучил, что сказала медсестра, присутствующая при смерти его. Она сказала, ни за какие деньги в жизни и в Европе я больше не соглашусь присутствовать при смерти подобного безбожника. Наполеон умирал в одиночестве. Его лечащий врач, который был при нем, написал в своем дневнике, император умер в одиночестве, всеми оставленной, и его предсмертная борьба была ужасной. Ленин умер, будучи помраченным в рассудке. Просил у стола и стульев прощения за свои грехи. Как это странно для человека, который был для миллионов людей вождем и идеалом. Джон Леннон. Все знают, кто такой Джон Леннон, или многие знают, кто такой Джон Леннон. Группа Битлз. Самая-самая нашумевшая группа в 60-е. Во время интервью ведущему американскому журналу сказал, христианство скоро закончится, оно просто исчезнет. Я даже не желаю об этом спорить. Я просто уверен в этом. Иисус был нормальным, но его идеи были слишком простыми. Сегодня Битлз более известен, чем Иисус. После того, как он сказал, что Битлз более известен, чем Христос, он трагически погиб. Один психопат выстрелил в него в упор шесть раз. Примечательно то, что убийца Леннона сделал это с целью отобрать его популярность и прославиться на весь мир, как убийца знаменитого певца. Политик Бразилии Амейда Невес во время своей президентской избирательной кампании публично сказал, если я наберу полмиллиона голосов своей партии, то даже сам Бог не сможет меня сместить с президентского поста. Да, он набрал эти голоса, но внезапно заболел и за один день до того, как стать президентом, умер. Мэрилин Монро, известная фамилия, во время презентации ее шоу однажды посетил евангелист Билли Грейн. Он сказал, что Дух Божий послал ее, его немедленно сказать ей об Иисусе. Выслушав проповедник, она ответила, «Мне не нужен твой Иисус». Ровно через неделю ее нашли мертвые в апартментах. В 2005 году в городе Кампинас в Бразилии группа пьяных друзей пришла забрать свою подружку, чтобы поехать в дом развлечений. Мать этой девушки, сильно волнуюсь о ней, провела ее до машины и держала за руку и с трепетом сказала, «Дочь моя, езжай с Богом, пусть Он тебя сохранит». На что девушка дерзко ответила, «В нашей машине нет места для Иисуса, разве что Он захочет полезть в багажник и поедет с нами в багажник». Несколько часов позже матери сообщили, что этот автомобиль попал в ужасную автокатастрофу и все погибли. Сам автомобиль был изуродован до полной неузнаваемости. Однако полиция сообщила, что несмотря на то, что автомобиль полностью уничтожен, что даже невозможно распознать марку машины, багажник остался абсолютно невредимым, что совершенно противоречит здравому смыслу. Каково же было всеобщее удивление, когда багажник легко открылся, и в нем обнаружили лоток яиц, и ни одно из них не разбилось, даже не треснуло. можно мудрствовать, можно бросать дерзкие реплики, можно быть мудрым в глазах своих, можно полагаться на разум свой, но до времени, пока не придет кризис. А кризис придет. И Бог допускает этот кризис. Почему? Потому что в огне открывается. Огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Курс преткновения, соблазны и осуждения – это о проблемах в церковной среде, о межличностных проблемах. То есть мы поднимаем на поверхность те вопросы, где больше всего возникает конфликтов. И мы пытаемся объяснить, как стоит, как нужно, как следует относиться друг к другу в тех вопросах, которые мы понимаем по-разному. Диалог всегда важен. Изоляция – это всегда путь очень рискованный. Во-первых, в изоляцию уходит человек высокомерный, который абсолютно убежден, что он обладатель полной истины. И все, кто не разделяет его взглядом, они автоматически вне истины. Такие люди агрессивны, такие люди очень резкие. Они, как правило, исключают из своего круга общение всех инакомыслящих. Это авторитарный подход. Великий апостол Павел, который обладал чрезвычайностью откровений, как никто другой в истории, сказал, «Я иду в Иерусалим по откровению, чтобы представить перед апостолами мое богословие». Сверить часы, сверить точки, как мы учим, как мы понимаем важные глобальные вопросы. Этот курс написан, чтобы помочь людям выбраться из тех лабиринтов, где они запутались в силу своего воспитания в прошлом, каких-то традиций, накатанных представлений, которые автоматически воспринимаются как истины. Но при объективном исследовании вопроса, при открытом сознании ты начинаешь понимать, что мы были зациклены на вещах, которые, в принципе, истине отношения не имеют. «Преткновение, соблазны, осуждение» Этот курс объясняет проблему конфликтов, возникающих в Церкви на почве разных взглядов, вкусов, традиций и мнений людей. Узнать большее вы можете на платформе forspirit.org